Стрессы, болезни, расстройства психики, пожилой возраст. Диагноз бессонница сегодня можно поставить значительной части населения во всем мире. Например, в США бессонница вообще приняла характер эпидемии, говорит врач Ольга Стевко. Родом из Владивостока, уже больше 20 лет она живет в Сан-Франциско и профессионально изучает возможности человеческого подсознания. Бессонница, утверждает доктор Ольга, может не только пагубным образом отразиться на здоровье, но и в целом в разы понизить возможности человеческого потенциала. Некоторым людям невозможно заснуть с каким-то звуком, а некоторым наоборот, что невозможно заснуть в тишине. То есть очень много факторов, которые влияют. И если очень заняты ум, то да, будут бесконечные мысли, а то по кругу мысли идти. И будет очень трудно заснуть. В хроническую форму бессонница может перейти, когда человек с острой тяжелой бессонницей начинает сомневаться, сможет ли он заснуть, а также беспокоиться, что из-за нарушений сна у него снизится работоспособность или появятся проблемы со здоровьем. Ситуацию во многих случаях осложняют неверные действия больных, с помощью которых они пытаются нормализовать сон. Например, могут дремать в течение дня или употребляют на ночь алкоголь. У меня были многие клиенты, которые мне говорили, вот мне алкоголь помогает уснуть, они расслабляются. Может быть, только на какой-то короткий срок, а потом наоборот. Алкоголь, если кто-то выпил алкоголь, то они будут просыпаться чаще. Это будет влиять на мозг, на нервную систему, на печень. И в конечном итоге приведет даже к большим проблемам. Бессонница – серьезный диагноз. Но если человек испытывает проблемы с засыпанием, уже можно считать, что заболевание присутствует в легкой форме. Есть универсальные советы, которые могут помочь заснуть. Прекратить смотреть телевизор и пользоваться любыми гаджетами. Принять теплую ванну, выпить чай с травами, мятой или валерианой. За час до сна лучше прекратить любую бурную деятельность. Кроме того, существуют специальные техники, которые могут помочь расслабиться. Когда вы уже лежите перед сном, вы поставьте руки, вот ключицы, под ключицами на середине. И вот так вот прижмите. И начайте вращать круговыми. Да, вот ключицы – это такие выпуклые корточки две от грудины. И на середине под ключицами. И начинайте вращать, таким круговым движением массажировать. И говорите слова «умиротворение» или «я умиротворена и сонно». Или просто «умиротворена», может даже три – «спокойно и сонно». И говорите это монотонным голосом. И перед этим вы можете сказать «моё намерение быть спокойной, умиротворенной и сонной». Да. И потом вот так монотонно «умиротворена, спокойно и сонно». В это время нужно представить цвет, который у вас ассоциируется со спокойствием, и как бы окутать себя этим цветным облаком. Методик и приёмов, которые помогут расслабиться и уснуть, у специалистов множество. Главное – вовремя к ним обратиться. Сделать это стоит, если проблемы со сном мучают вас больше трёх раз в неделю. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.